Изумрудная скрижаль 14 Знай, что земля — это ничто иное, как врата, охраняемые силами, неведомыми человеку. И все же темные владыки спрятали вход, что ведет к земле небеснорожденной. Знай, что путь к сфере Арулу охраняем барьерами, открытыми только для светорожденного. На земле я — хранитель ключей к воротам священной земли. Силами, что превыше меня, указано мне оставить ключи миру людей. Перед тем, как уйти, я открою тебе тайны, что позволят тебе восстать из оков тьмы, сбросить узы плоти, связующие тебя, восстать из тьмы в свет. Знай, душа должна быть очищена от своей тьмы, прежде чем ты сможешь войти в преддверии света. Так утверждаю я среди вас таинства, чтобы всегда можно было найти тайны. Поистине, хоть люди и могут упасть во тьму, вечно проводником будет сиять свет. Сокрытый во тьме, окутанный символами, вечно путь к вратам будет найден. Человек в будущем отвергнет тайны, но всегда ищущим путь будет найден. Теперь завещаю тебе хранить мои тайны, открывая их лишь тем, кого ты испытанию подверг, чтобы чистых не запятнали, чтобы сила истины восторжествовала. Внимай же раскрытию таинства, прислушайся к символам таинства, даваемым мной. Сделай из нее религию, ибо только так ее суть останется. Существуют две области между этой и великой, по которым странствуют души, покинувшие эту землю. Дуат – обиталище сил иллюзии. Секхет – хецпет – обитель богов. Осирис – символ стражника врат, кто возвращает обратно души людей недостойных. За пределами пролегает сфера небеснорожденных сил. Арулу – земля, куда великие удалились. Там, когда мой труд средь людей будет исполнен, Присоединюсь я к великим моего древнего дома. Семь дворцов дома могущественного. Три – охраняют врата каждого дома от тьмы. Пятнадцать – путей, что ведут к дуат. Двенадцать – это обители богов и люди, обращенных ликами своими к четырем сторонам. Каждый из них отличен от другого. Сорок и два – великие силы, судящие мертвых, кто пытается отыскать врата. Четверо – являются сыновьями гора, двое – стражами востока и запада. И Зида – мать, что молится о детях своих, королева луны, отражающая солнце. Ба – это сущность, живущая вечно. Ка – это тень, что человеку известна как жизнь. Ба не приходит, пока Ка не воплотится. Эти таинства должны защищать на протяжении веков. Ключи они от жизни и от смерти. Услышь же теперь тайну тайну. Познай о круге, безначальном и бесконечном. Форма его, кто един и во всем. Слушай и услышь это. Иди вперед и примени это. Так ты пройдешь по пути, которым иду я. Тайна в тайне, и все же открытая светорожденному. Тайна тайн, которую я сейчас раскрою. Я объявлю тайну посвященному. Нода будет закрыта накрепко дверь для нечестивцев. Три – это тайна, пришедшая из великого единства. Слушай, и свет снизойдет на тебя. В первозданном пребывают три в объединенности. Отличное от них не способно существовать. Они – равновесие, первопричина творения. Один Бог, одна истина, одна точка свободы. Три идут вперед из трех равновесия. Вся жизнь, все благо, вся сила. Три – качества Бога в Его Доме Света. Бесконечная мощь, бесконечная мудрость, безграничная любовь. Три – это силы, что даны Владыкам. Преобразовывать зло, содействовать добру, использовать развлечения. Три – это вещи, непременные для Божьего промысла. Открытое проявление силы, мудрости и любви. Три – это силы, творящие все вещи. Божественная любовь, управляемая совершенным знанием. Божественная мудрость, знающая все возможные способы. Божественная сила, управляемая объединением Божественной любви с мудростью. Три – это круги или состояния существования. Круг Света, где не обитает ничто, кроме Бога, и только Бог может пересекать его. Круг Хаоса, где все вещи по своей природе восстают из смерти. Круг Осознанности, где все вещи бьют ключом из жизни. Все вещи, одушевленные, исходят от трех положений существования – хаос или смерть, свобода в человечности и блаженство небесное. Три – необходимости направляют все сущее. Начало в великой глубине, круг Хаоса, изобилие на небесах. Три – это пути души, человек, свобода, свет. Три – это препятствия, недостаток стремления к обретению знаний, непривязанность к Богу, привязанность к злу. В человеке три проявлены. Три – короли внутренней силы. Три – залы таинств, найденные и в то же время не найденные в теле человека. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok